приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все брат и сестры христе все люди на земле все кто попал на это видео всем желаю всякого блага всякого счастья всякой радости любви добра мира кротости смирения терпения в души ваши дома ваши в семьи ваши во все сферы жизни вашей сегодня хотел знаете поговорить вот я об этом много раз задумывался почему вы знаете я исповедую что 2000 лет тому назад сам бог явился во плоти в которой он и был прежде на небесах и сейчас прибывает вы знаете бог не просто бог давайте по-другому скажем что 2000 лет тому назад бог сотворивший небо и землю с любовью естественно это сделал и в основании фундамент жизни положив свою сущность свое бытие свою энергию любви вот этот бог явившись на землю почему нам так мало в евангелии иисус показана вот его любовь к природе к к животному к растительному миру дали к неживому пусть даже камни там да не важно вода море да ведь у кого чистое сердце тот конечно же любит все да и понимает тот человек любит природу заботиться они экономно и благоразумно пользуются дарами теми что господь посылает окружающим его миром растительным живым я говорю как он не живым как его называют там камни вода речки море это же не живой да в принципе человек об этом заботится никогда не будет не гадить там да не вредить наоборот переживать всегда своем сердце о том что в мире творится там загрязнение что-то кто-то делает больше кто-то меньше но хотя бы не вредит кто-то еще много усилия прилагает к тому чтобы как-то это защитить улучшить кто-то деревья сажает после больших вырубок причем за свой счет за счет своих денег или времени труда кто-то на всю жизнь даже полагает разные есть в жизни люди да то есть мы видим казалось бы такую сам бог явился во плоти а мы такую любовь видим к людям животным да какой люди проявляют заботу к диким к домашним я говорю кто-то хотя бы не делает злода не поощряет это не проплачивает те же самые не ходят там в эти цирки зоопарки не постит приезд очередной в этого трудового концлагеря для меньших наших братьев да кто-то что-то делает даже для даже для этого начнем с того что действительно распространяет посты в тех же самых социальных соцсетях против этого знаете это немало я вам скажу мне жалко что такая мертвая реакция даже в среди моего окружения когда я до сам что-то пощу или кто-то там да мы стесняемся добра мы стесняемся света нам стыдно что мы хорошие что на святые нас зафорч мят наши друзья знакомые одноклассники там однокрупники к сожалению это жалко что мы между истиной и любовью выбираем мир до тщеславие боимся крест свой понести позор поношение вот ну хотел я конечно не об этом немножко уклоняясь я вот хотел сказать почему иисус бог явившийся во плоти в евангелии мы вообще его не видим практически никаким да вот как то проявляю чтобы он проявлял свою любовь я говорю к растительному там к животному миру до к растительному миру не буду скрывать вы все знаете этот случай иисус даже так скажем проклял смоковницу дерево до на его примере показав что будет с израилем который отвалится и не примет истинное учение о любви до и я конечно же об этом вы знаете постоянно задумывался почему круг даже казалось бы в мире в мире грешников как его христиан те же сам называют язычников сколько любви вот именно сколько всяких движений люди и не просто не делают зла люди стараются нести добро донести свет и раз заботиться об окружающей природе именно делами великими делами именно благодаря таким людям мир вообще еще в аду-то не горит да кто-то игры сажает эти деревья и руд начиная с того что они противостоят там каким-то вырубкам то есть не просто не творят зла а делают добро еще противостоя злу мирными протестами до любыми там телами своими ложатся под эти трактора забастовки кто-то имеющий может быть власти какое-то имя может какие-то забастовки там голодовку устраивать даже если умрю я умру смерть будет на ваши на вашей совести как это говорят да начиная с того что потом что-то пытаются сделать насаживают эти леса на местах вырубки до этих животных перевозят куда-то размножить помогают их но окутывает их так скажем раем заботы любую чтобы они хоть немножко популяция там пополнилась обратно в эти места выпускают да вот не с целью вот именно вот живой пример это договорил что я же не тупой да когда говорю там про зоопарки заповедники еще что-то если где-то люди ради блага да даже взяли на время чтобы их сохранить как-то максимально райские условия создали чтобы они могли размножить чтобы их не браконьеры какие-то те же самые ради куска там неизвестно чего шкуры или какой-то лапы вообще караул убили да и они их пытаются сделать игры все чтобы они размножились и тогда уж их опять выпустить туда в большем количестве чтобы популяция не уничтожена была какого-то животного пополнялась вот и конечно же я всегда задумывался почему вот там иисус таким не показать это тоже очень важно и вы знаете обычно у меня есть ответы на все вопросы вы знаете я для этого пишу свои ролики чтобы не задавать вопросы а как раз отдавать ответ на те вопросы которые существуют том же сам я конечно истину познал она в любви святости которые есть в любви в радости в мире в этой жизни конечно же есть и терпение и скорби и всего да мы на этом поприще подвязаемся верность да несмотря даже на угрозу жизни людям или истине и вот конечно этот вопрос но у меня есть один ответ не знаю для кого он покажется убедительным потому что я сам не знаю так ли это я всегда ссылался вы знаете на эти случаи вот когда мне просто говорят почему там иисус это не проповедовал да то же самое вегетарианство да там веганство то есть не убийство животных да не приношение в жертву почему нам об этом явно не сказано то что иисус этого не делал я вижу конечно сквозь строк всем это показываю нигде не можете доказать что он и делал это да вот но действительно господь нам не дал такие рычаги конечно же если иисус хоть раз сказал что перестаньте там убивать животных ради там жертв мне не нужны хотя все пророки об этом говорили что господу все это не надо бог не пьет не кровь этих тельцов ничего не делает что все это придумали люди но почему действительно иисус который для нас для многих не просто да хоть и добровольный но вы знаете действительно авторитет потому что это бог да и мы многие готовы вслушиваться вчитываться в каждое слово в евангелии нам передано хотя бы то что передала вот конечно же истинные чистые сердца и дети божьи и это все подвергают сомнению потому что все это до нас дошло переписанное перепечатанное перетолкованное вот все это понятно но действительно знаете тут нельзя я говорю не смотреть правде в лицо и лгать самому себе окружающим говорит что как бы все это не было в евангелии какие бы ни были искажения по многим вопросам ты можешь увидеть истину потому что ее невозможно скрыть из там где-то что-то попытались подменить ты видишь других местах противоположные вещи понимаешь туда вот она не зря у нас там четыре евангелия место 1 вода это все вот очевидно и конечно же что тут скрывать да иисус нам не показан каким-то до гримпис овцам да как по современному языку можно назвать по защите окружающей среды по защите животных казалось бы он все соучение концентрирует конечно же пик создания и образом подобия бога является только человек но опять же тех же самых высших животных отличаются он и сильно и не сильно по плоти так вообще не отличается причем плоти называю не только вот там кожу да естественно вот этот разум и инстинкт и интеллект у них же все есть да человек себя осознает самим богом личностью я это на единственное вот это вот отличие да все остальное есть животных люди поставив их на низшую планку спокойно занимаются тиранией убийством ради чего только это не делаю до начиная от чрева от похоти чрева и заканчивая похотью плоти глаз и так далее шкурку там одежечка еще что-то да лапку чтобы голова на стене висела похоть плоти похоть очей гордой житейской ян богослов не зря об этом сказал и причем все это в христианстве 95 процентов а то и 99 христианство все это исповедует все это эти убийства все это поощряется никто свой голос не возвышает все засунули язык в одно место и все все хорошо да и учение иисуса конечно же это любви к человеку причем христианство как я всем говорю она начинается говорю я на основании евангелия естественно тому чему учил иисус это любви к врагам а любит даже к тем кто сознательно вот именно имеют это личностное я богоподобие богоосознанность готов тебя принести в жертву самому богу да от сатане на самом деле дойти может и до этого и конечно же иисус поэтому показал нам истину и совершенство и верх это безусловно ведь животные не обижают людей но при этом иисус же сказал не только любви к врагам конечно же он нас вы помните учила любви к ближним и сказал кто такой ближний любой человек на пути твоей жизни нуждающийся человек кто такое любить любящих мы видим как он делал с одной стороны не шел у них на поводу и не делал все что они там ему говорили да а то иногда очень любовь путают с тем что ты дела любви тем же сам любящим что должен исполнить все похоти ближнего даже злые нет это не так вот он нам казалось бы все это показал но это все касается человека а как же животные вы знаете мне игру ну чистое сердце говорит только одно что понятно это даже в рамки не влазит если ты этого не делаешь вот мне где-то вегетарианство вот это цирки все то что ты там все это проповедшие игры слушайте вот действительно но некоторые вот в комментариях сейчас написали что до моими словами или тоже так думать слава богу что действительно даже у удивляет и поражает что об этом вообще надо говорить для меня христианин убивающих животных это вообще не то что не христианин я говорю это это исчадие ада неважно ради чего ты ради чрева убиваешь и те никак не красит ты не нуждаешься в этом месте твой выбор просто вот и все для меня не то что христианин для меня даже человеком то я этого человека назвать не могу с большой боку как это говорят не это ты это хуже него он убив его стал на ступенечку ниже этого животного потому что ты имел власть и сотворил зло до христиан да там даже до человека я говорю говорить рано то о каком христианство вообще может идти речь как ты будешь любить врагов который мог тебе причинить если ты того кто тебя вообще пальцем то не трогает ты убиваешь в угоду своем чреву или похоти очей шкурку тебе там надо или чучело на стену что это такое или посадить животное в клетку ради похоти очей похоти очей гордой житейской похоти плоти вот и все все ради этого вот и вот вы знаете я конечно думал об этом всегда постоянно потому что сам я всегда был добрым сам я всегда любил животных никогда с детства я не обижал животных действительно уж какие у меня грехи и были в жизни относительно людей действительно относительно животных я с детства и защищал и никогда не мучил терпеть не мог когда кто-то из детей а тогда уже заступался там если проявлял какую-то жестокость я говорю начиная от достаточно высоких животных собаки кошки да и заканчивайте лягушками там я никогда этого понимать не мог как это хотя кстати бог сейчас на сердце кладет было дело из прочей мог мог самой по лягушке но я это если что-то делал еще я я тут же потом кэлс и я это оставлял было было дело сейчас прям господь на сердце картинки кладет вот ну я говорю некоторые не знаете я помню у нас там были дружки кто-то там их и чуть ли не это не мучил и там под электричество их в подъезде что-то там их и жарили вот такого я конечно не делал и вот по глупости мог как говорится камень швырнуть в ворону да но потом понимали что это плохо я говорю сейчас уже все 100 детстве не вспомнишь но вот к высшим конечно таким животным как кошки собаки уж тут вообще у них такие глаза что там играет как люди да ты все это видишь вот такие нам кажется животные которые там рыбы каш свой да у них ничего почти нет да нет это совсем не так вот конечно там тоже есть разница среди рыб типа там дельфины киты все знают что это высокоразвитые существа животные да я говорю обладающие даже казалось бы получает свобода выбор мы все знаем что они решаются на некоторые вещи и далеко не все они одинаково поступают да вот и вот всегда меня конечно этот вопрос мучил да и что тут сказать я нечего сказать я не знаю почему что вы знаете с одной стороны конечно я сейчас буду говорить свои мысли это понятно конечно я верю это вера равно 100 процентов как знание что конечно же иисус был самим воплощением любви уж что он там гладил и ласкал и животных и они ластились к нему у меня никаких сомнений в этом нет конечно да почему те ведь евангельный писал не сам иисус апостол за ним не стенографировали почему они по истечении стольких лет потом писали и не на такие вещи не обращали внимание почему говорю что их не было тут сомнений нету конечно они были проявления любви я говорю наверняка были к это касается кстати тех самых детей да вот отношения к детям уж то что иисус любил детей ни у кого на нет сомнений но почему нам так там крупицы есть где написано что к нему там ну приносили благословляли да а вот был ли он таким так скажем в делах любве обильный в обычной бытовой жизни конечно же да вот просто вам как аргумент приведу для добрых сердец для чистых вот кто православием касался посмотрите как боготворят вот именно они в прямом смысле тех святых там серафима саровского как это именно на эти внимание на эти мелкие казалось бы вещи обращать внимание причем кстати вот имеется сам православный говоришь господи вот вы сами пожираете все это почему вы чествуете святых аль по делам их как иисус говорил про фарисеев не поступаете почему вы поститесь чисто фарисейским постом диетическим у вас диета сегодня нельзя убивать завтра можно а эти люди отказались целиком от этого и вы их чествуете боготворить и не поступаете по их делам серафим саровским естественно все знают никакого мяса не ел три года траву болотную ел какую-то там у себя на опушке на этой все знают прекрасно уже тот хлеб которым изредка приносили он вроде как делился и кормил медведей медведей там неважно одного или нескольких сами чествуют что человек достигает этого состояния почему вы не пытаетесь вы же в матрице вы поверили что без мяса обойтись нельзя вы же в матрице вы готовы убивать животных и чествовать тех которые так не делали до неба с вами эти святые рядышком на завалинки бы не присели бы я уж всех не помню конечно я позабыл кто ну православный кто меня слышит помнят эти или иаков как-то его называли великопостник или что-то такое который со львом в пустыне ходил как друзья не там ходили и таких случаев то много ветхом завете можно вспомнить такие все всегда прекрасно вспоминают кто-то в этом духе говорит случае с тем самым ильей когда ему ворон приносил мясо и хлеб до казалось бы бог тогда показал ведь и я был очень жестоким ни от кого это не секрет я думаю да 400 человек только за один мах изрубил жрецов да вот и бог ему показал а ведь кто знает кто такие птицы вороны да насколько они все в себя тащит и господь его по сути через этот поступок и любви кстати учил хотя там кто знает весь контекст я не пытаюсь исказить просто хочу на эти внимание вещи обратить вот и и действительно вы же почитаете это вы же и причем в сердце каждого человека сидит что это святость посмотрите на любые учения религии востока там да всегда всегда святой человек будда просвещенный это человек сидящий так конечно образом скажем в позе лотоса окруженной живыми существами до природы которую он не обижает а который заботится более того которую он действительно ласкает как я всегда с логрой ластится да конечно к нему как написано в раю ластились так и он человек сам нуждается в этой любви нам хочется погладить эту кошку казалось бы ты едешь приятно но почему ты к ней тянешься они она к тебе но она к тебе соответственно да то есть бог положил что все в мире пропитана одной сплошной любовью и конечно же почему для христианина естественно если бы иисус говорил такой если бы иисус был таким были какие-то поступки кто знает я же на канале читаю последовательно то же самое евангелие постоянно да на христа любви библии чтение на их писании да я конечно затрагивал для меня бы это от рада была бы я бы каждый раз бы об этом говорил бы как только там встречался ли вот свободных проповедях лишний был бы аргумент именно не только к сердцу человеческому возвать обратиться конечно же подтвердить это тем кто оставил нам реальный образ и пример святой жизни богоподобной жизни сам бог явившийся на землю иисус христос это было бы здорово и я конечно же сам не знаю них негодую и не могу найти этого оправданию но единственное всем говорю гру есть у меня вот какие-то мысли соображения ну понятно какой если говорил мне играть почему ты иисус тыгаш не учил там этому да вот заботе любви к животным я говорю слушайте я вам расскажу историю идет иисус несколько дней до его ареста скоро этот богочеловек будет арестован осужден избит распят и похоронен он идет в иерусалим на череду праздников предпасхальных на пасхальную неделю так и назовем по современному он идет воде устает и в одном из его из городов близлежащих иерусалима буквально совсем недалеко они хотят остаться на ночлег их не пускают его его учеников что всем известная история что что делают эти ученики ученики начинают уже прямо грубо говоря ну там они написаны даже не спрашивать его они год хочешь мы они как иль сейчас не сведут огонь с небес как илья сделал и весь этот город со всеми людьми со всей скотиной все за все сгорит огнем гиенским петр который уже через пару дней в день этого ареста под покровом ночи который происходит защищает иисуса мечом пытаясь убить его врагов и лишь по в божьему случаю не получается и место отсеченной головы он отсекает ухо одному из воинов но он бы и голову ему снёс да промахнулся я всегда обращаю на эти исторические факты на эту реальность внимание примеры и показываю вы поймите но кому вот говорить об этой любви для человека человек конечно ничего не значит а чему что-то говорить то а каких а какой любви к животным если они готовы огонь с небеси не звести чтобы весь город уничтожить только за то что их там не приняли не дали ночлега ну а какой любви к животным можно проповедить тем людям которые тысячами этих беззащитных овечек режут в этих в этом храме соломона все это пропитана кровью все это же со всеми этими жертвами ну конечно мне игру все равно тут все не состыковывать я хоть об этом и говорил самого конечно я не скрываю сердца не на месте но ведь иисус при этом вот именно они вот именно этих людей терпеть не могли а на горная проповедь начинается с любви к врагам казалось бы каким иисус людям говорит во многих местах мы видим он просто проходил проповедовал и очень быстро очень кратко и уходил оттуда и больше не приходил в это место говорил достаточно я и другим городам должен благословить истина тона в простоте полюби весь мир животные растительные людей ты господин ты отдам ты создан чтобы что любить и заботиться обо всем этом у меня нет ответа на этот вопрос то что иисус был не таких у меня не таким черствым как казалось бы можно действительно прочитать евангелие подумать а где все это есть конечно меня сомнений нет никаких на шару посмотрите на грешников как это мы их называем христиане на язычниках на иноверцев на атеистов понятно он может любить животные ненавидеть человек я сам приводил пример сюда кто знает кто изучал историю тот же самый фашизм и истории этих частные истории этих людей каких-то в частности того же самого гитлера гиммлера наполеона сталина кто когда-то этим увлекался интересовался конечно можно любить животных и просто ненавидеть человека я не об этом говорю истина это совокупность любви ко всему и она не меряет она не вешает она не делает классов она животных не ставит на класс ниже она не занимается фашизмом и не ставит животное классом ниже человека что дает ему право на его убийство заметьте у нас убийство животных нет в законе пожалуйста режь пей убивай рачу хочешь и дают почему-то там год-два то можно условным посадить на всю жизнь его он что не осознанно это делает браконьер осознанно когда у него в мешке там 300 лап медьежьих он что откуда он их взял вот так вот конечно рука казалось бы живого пример у нас такого нету в иисусе вы знаете у меня игры я ролики вы мои знаете мое мировоззрение знаете я всегда говорил что для меня писание заканчивается там все что хорошее я беру из евангелия да но все что есть лучше то же самое иисус сказал в принципе и больше всего сотворят вы знаете если ты познав истину действительно понимаешь что любовь она во всем ко всему царство небесное это не скотобойня где на одном краю забивают несчастных животных на другом виси пьют и веселятся по этому поводу не что-то красуешься этой шкуркой с ободранного животного не это не царство небесное поняв это конечно же ты все это я гру и есть еще одна причина может иисус об этом не был потому что это настолько уже дико я я сам поражаюсь что я кто-то говорит что я об этом я говорю слушайте я об этом говорил с самого начала кто помнит мои беседы еще с сергеем козловым я тогда жестко поднял этот вопрос то что я-то сам как только покаялся все это оставил как можно познать духа святого меня спрашивайте рождена свыше конечно ты не рождена если ты жрешь это трупы эти пожираешь конечно ты не рождена дух святой тени касался бог это любовь это любовь она не делит на своих или не своих тем более эти причем она наоборот тем более немощный тем в больше заботе по печенью нуждается уж тем более ты не делаешь не причиняешь зла тому кто не способен тебе даже ответить это же вообще дикость это это даже нечеловечно вот и конечно же в писании да кажется это было бы счастьем что было вот так почему авторы евангелия таким нам иисуса не нарисовали так скажем не описали вот таким не подали у нас таким на всем этом так скажем прямо забили я не знаю мне нет ответа может быть они писали вот в таком же еще состоянии не сильно отвалившись от того что надо огонь с небеси не сводить я не знаю но каждый человек будет судиться по своим делам это иисус нам четко дал понять и ты сам загляни в свое сердце ты вот это делаешь ты на каком небе находишься на седьмом на третьем но если ты честно сам себе ответишь ты на последнем в последнем круге ада вертишься вот и все это мы из евангелия знаем да вот конечно пока мы будем выжить только по сути ибо написано ветхий завет сошьем с новым и все что зло в ветхом за эти описано по сути как урок как назидание как не надо делать мы все приняли за святыню везде все зло приписали богу его устам и спокойненько на это ссылаемся и думаем что мы по плоти по внешнему с богом судьей будем находить себе отмазы туда ссылаясь это конечно же ложь и вы идете не туда это однозначно вообще знаете давление на авторитет не зря иисус никогда не давил на это оно порой вот это слово даже лучше что у него нет подтверждения потому что она стучится в настоящее сердце в искреннее которое само выбирает истину который внутри него если он это из авторитета любит то что бог сказал не потому что я понял что это суть хотя бы сначала мозгами что это судьбытия и потом подвязаюсь в этой жизни чтобы переквасить свою природу да а если ты какие-то дела только совершаешь без мысли переквашивания своей природы то ничего тебе это не даст конечно конечно же безусловно что иисус был любвеобильным хотя я говорю суть ли в этом надо ли кому-то это доказывать надо ли вообще искать в этом авторитет у вас у каждого есть истина в сердце вы знаете и он богослов не зря написал в своем втором послании что ягод пишу вам все это не потому что ведь вы не знаете истину а только для радости общения обед вы знаете истину потому что вы приняли в ней и в ней пребываете это истина в любви если вы не любите вы не в истине и невозможно одной рукой любить одно животное и ненавидеть другое человек любите не любить божье творение нет это не так вот так что вот хотел вам такую мысль набросать тоже я вам по себе скажу и вам дам совет не вздумайте искать себе отмазы в евангелии что иисус там да вот этого не говорил там не проповедовал вегетарианство отмену охоты жертвоприношений мы этим не спасемся вы этим не спасетесь вы этим не отмажетесь никакого суда не будет внешнего бог не будет вас судить по какому-то небесному уголовному или административному кодексу нет вас просто явится то кто вы есть вот и все вы сами себя судите мне говорят что я сужу там перестань судить я никого не сужу я лишь обличаю мир в его грехах во зле в котором он лежит вот и все осудите вы сами себя я вас не в ад не в рай не посылаю вы сами себя закапываете в ад или взлетаете на небо вы сами своими силами не к ней не не святостью иисуса христа не божьей благодатью вы там окажетесь там или там вы получите то что вы заслуживаете это будет просто ваша сущность и она явится всем и кстати она будет просто иметь вид вот и все вы будете теми кем вы являетесь и все это будет видно на вашей на вашем теле на духовном на будущем которое будет который сейчас есть просто явится вот и все и как в этой жизни кто-то урод кто-то красивый кто-то умный кто-то дурак кто-то вонючий кто-то благоуханны запихи у всех людей тоже разные так будет и там вот только если здесь мы это тело получили от бога не спрашивая он нас его давал с какими-то характеристиками достоинствами недостатками болячками или здоровьем то будущее свое тело мы выбираем сами мы его сами себе строим вот так вот так что на этом у меня все закончить хочу мысли простой любите все божье творение бог сотворил не только людей все мироздание поэтому истинный человек тот истинный дитё божье тот кто будет такой как бог а он сотворил все это для увеличения для расширения бог не смерти не полагал в раю все было бессмертным нетленным грех зашел за человека не зря апостол павел потом описал что вся все творение божие мучается и стонет до сих пор только потому что ждет откровение людей божьих ну как мы видим этого не происходит я там слово откровение очень хорошо одумывание а думать когда когда люди дети бога все мы одумаемся и станем не не блудными детьми где-то в стране далечие пожирающие свинячие рожки а действительно станем детьми бога живого и будем подобные ему потому что будем такими же как он а он любит свое творение и не уничтожает его на этом у меня все всем желаю всякого блага который невозможно будет у вас у самих сердце без того если вашем сердце не поселится бог любовь а проявляться он будет в делах соответствующих ко всему богом сотворенным пока пока